Глава двадцать девятая из книги «Исход» Второй книги Моисея Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. — Возьми одного тельца из валов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. — Аарона же и сыновь его приведи ко входу в скинью собрание, и омой их водою, и возьми одежды, и облеки Аарона в хитон, и в верхнюю ризу, в ефод, и в наперстник, и опояж его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадему святыни на кидаре. — И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помаж его, и приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояж их поясом Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. — И наполни руки Аарона и сынов его, и приведи тельца пред скинью собрание, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. — И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинью собрание. — Возьми крови тельца, и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника. — Возьми весь туг, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и туг, который на них, и воскури на жертвенники. — А мясо тельца, и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. — Это жертва за грех. — И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми кровь его, и покропи на жертвенник со всех сторон. — Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его, и сожги всего овна на жертвенники. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. — Возьми другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми кровь его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которые на жертвенники, и елея помазания, и покрапи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он, и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону, и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним, и возьми это с рук их, и сожги на жертвенники со всесожжением в благоухание пред Господом, это жертва Господу. И возьми грудь от овна, вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах возношения их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. Семь дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрание для служения во святилище. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом, и пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скини и собрание. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их посторонний не должен есть всего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. Семь дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающееся к жертвеннику осветится. Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина, битого елея. А для возлияния четверть гина — вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером, с мученным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание, приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скини и собрание пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею. И освящу скинию собрание и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Субтитры сделал DimaTorzok